Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В основном законодательстве, согласно им, льгота возможна только в случае отсутствия долгов перед бюджетом. Невыполнение этого условия и повлекло за собой вывод инспекции об отсутствии у общества права на льготу в 2015 году, пишут бизнес-новости в Кирове. Суд решил, что нововведение ухудшает положение налогоплательщика и встал на его сторону. Программа Экономика. А теперь информация от наших партнеров. Просроченные долги кировчан оцениваются в 6,5 миллиардов рублей. Это задолженность по кредитам наличными, автокредитам, ипотеке и кредитным картам. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро по итогам 2016 года. Одним из способов решения проблемы с долгами может стать личное банкротство. Закон о банкротстве физических лиц устанавливает для этого два условия. Задолженность должна быть не менее 500 тысяч рублей и неисполнение обязательств – три месяца. Можно ли рассчитывать на эту процедуру с меньшими долгами? Отвечает директор многопрофильного правового центра, преподаватель Московского государственного юридического университета Евгения Черкова. Но если мы посмотрим другие статьи, то в законе указано, что гражданин вправе подать в суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства и при наличии обстоятельств, которые, очевидно, свидетельствуют о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок. В данном случае не говорится ни о каких-либо сроках или суммах, то есть гражданин имеет право обратиться с заявлением о собственном банкротстве с любой задолженностью, которую он не в состоянии погасить. Чтобы оценить перспективы личного банкротства, можно записаться на бесплатную консультацию в многопрофильном правовом центре по телефону 326-888, сайт юристкиров.рф. В завершение валютах доллар сегодня 56,56, курс евро 63 рубля 62 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM